Знакомьтесь, это Эндрю, Карлос, Мириам, Бэка и Фернандо. Изменяя район, в котором живут, они мыслят очень просто. Один человек за один раз. Простота — это не только название их служения. Простой подход, который они используют, лежит в основе любого успешного служения в городах. Миссионеры служения простота изучают жизнь людей в своей округе, чтобы понять их. Знакомясь с соседями, они обращают свое внимание на квартал, где живут. Их цель заключается в том, чтобы построить длительные отношения со своими соседями. В этой местности проживают люди с низким достатком. Они, как правило, работают в нескольких местах, поэтому у них очень мало времени на общение со своими семьями, даже на домашние дела. Миссионеры протягивают руку помощи и начинает происходить изменение. Я помогаю людям в уборке. Это одно из моих любимых занятий. Я просто собираю на улице мусор, чтобы люди видели, что есть кто-то, кто заботится об их микрорайоне. Это, по сути, мой любимый метод знакомиться с людьми. Мы ходили из дома в дом и спрашивали людей, хотят ли они, чтобы мы собрали мусор возле их дома, подстригли их газоны или посадили цветы. Многие из них согласились, и теперь мы делаем это каждую неделю. Одна женщина здесь, на углу, сказала, что хоть и не знает, кто мы и что собираемся делать, но когда увидела нас, поняла, что мы занимаемся чем-то хорошим. Некоторые реагируют по-другому. Если эти люди заботятся об окружающей среде, убирают мусор, нам нужно тоже что-то делать. Они берут свои грабли и лопаты и говорят, мы сами позаботимся о территории возле наших домов. Все полностью поменяем. Один из наших соседей так и поступил. Важно, чтобы люди увидели наше христианство на практике, увидели Иисуса в наших делах до того, как мы будем что-то им говорить. Им нужно увидеть, что христианство имеет силу в повседневной жизни, несмотря на то, что говорит наша культура, несмотря на то, что они видят по телевизору, несмотря на все то, что их окружает. Оно реально приносит хорошее в их жизнь. Каждому, кто переходит эту улицу, сразу заметно, что здесь все по-другому. Здесь чисто, много зелени. Все вокруг радует. В этом районе живет много иммигрантов, которым сложно добиться каких-либо успехов из-за языкового барьера. Поэтому миссионеры и волонтеры преподают английский язык. Один из учителей, Карлос, родом из Мексики. Английский для него был неизвестным. Он приехал сюда полтора года назад. Сегодня он уже хорошо владеет английским и делится своими знаниями с другими. Карлос выбрал Библию как один из своих учебников. Он верит в силу Божью, которая может сделать так, что даже немой начнет говорить. Карлос предлагает своим студентам не только учить язык для себя, но и использовать свою жизнь для служения другим. Это чудесно. Это незабываемый опыт, когда ты учишься говорить на английском и в то же время узнаешь что-то о Боге. Я знаю, что бояться Бога – это мудро, ведь Он дает человеку жизнь. Когда студенты начинают свободно разговаривать на английском, им помогают в поисках работы. Эта программа называется «Простота». Она действенна, так как затрагивает те сферы жизни людей, в которых они испытывают наибольшую нужду. Это подобно тому, как Иисус исцелил слепого. Людей учат видеть и делать шаги в неродной для них культуре. Еще одно служение, в котором здесь испытывают огромную нужду – это работа с детьми. Родители много и тяжело работают, а дети все свое свободное время проводят одни, поэтому миссионеры служения «Простота» занимаются с ними, чтобы ребята научились мудро использовать свое время. Детям так нравятся занятия, что они приходят сюда сами, и, кстати, часто. Тут они играют в игры, находят новых друзей и узнают об Иисусе через песни и библейские истории. Приходят сюда по разным причинам. Тут весело. Мне нравится узнавать о Ное и Иисусе, потому что я люблю Бога. Чтобы делать то, что и всегда. Потому что это весело, потому что здесь дарят радость людям. Дети Мишель тоже ходят в центр, для нее служение «Простота» стало началом новой жизни. Она узнала об этом общественном центре, когда Эндрю проводил опрос среди жителей. Он зашел и в ее дом. В тот день Мишель была в крайне подавленном состоянии. Она достигла критической точки в своей жизни. Среди списка разнообразных служений для общества они предлагали курс по изучению Библии. И еще предлагалось обучение по управлению финансами, что-то вроде этого. Я подписалась на каждый курс. Я всегда хотела изучить Библию, но у меня, к сожалению, никогда не было возможности. Поэтому я заинтересовалась. Проявляя интерес к разным курсам, Мишель постепенно начала открываться. Она почувствовала расположение к миссионерам. Они попросили у Мишель разрешения помолиться о ней и ее проблемах. Ей было невероятно тяжело от того, что ее детей забрали социальные службы. Потерять моих детей было очень-очень тяжело. И вот он начал молиться. Я почувствовала, как тепло, какое-то странное тепло прошло по всему телу. Неожиданно я ощутила себя счастливой. Меня переполнила уверенность, что все будет хорошо, что мне вернут моих детей. И это чувство было так же сильно, как до этого было ощущение полной безысходности. Меня наполнила уверенность. Я знала, что мои дети снова будут со мной. Нет никаких сомнений в том, что произошло настоящее чудо. Социальные службы вернули женщине детей уже на следующий день. Они даже извинились за то, что произошло. Сейчас Мишель просто необходимо больше узнать о Боге, который может контролировать эмоции и решать самые сложные проблемы. В процессе изучения Библии она приняла важное решение. Теперь она регулярно посещает мероприятия, которые проводятся в Центре, бросила курить и даже стала принимать участие в волонтерской работе. Волонтеры служения простота ищут подход к обществу через разные сферы. Они искренне хотят помочь. Они хотят оказывать поддержку людям в тех вопросах, в которых они особенно нуждаются. Мы хотим, чтобы общество понимало. Мы здесь для того, чтобы помочь. Мы те, кто стремится понять и оказать поддержку. Мы на самом деле заботимся об их нуждах, об их семьях, об их жизни. Мы стремимся быть самими собой. Показываем людям, что нам от них ничего не надо, что мы пришли, чтобы давать, что мы здесь для того, чтобы помочь им, чтобы сделать все возможное, все, на что мы способны, чтобы сделать их жизнь лучше. Мы очень стараемся, чтобы люди поняли. Мы хотим не просто заинтересовать их изучением Библии, не просто что-то от них получить. Если они испытывают потребность в дружбе, мы хотим приходить к ним несколько раз в месяц и просто с ними общаться. Мы не ищем предлогов, чтобы войти им в доверие. Мы правда хотим сделать для них что-то большее. Конечно, нам нравится изучать с людьми Библию, если они этого хотят. Есть люди, с которыми мы какое-то время уже изучаем Слово Божье, и мы не отрицаем, что нас это радует. Мне очень нравится проводить занятия по изучению Библии, ведь Библия – это Божье Слово к нам. В Боге мы находим невероятную свободу. Как я уже говорила, многие люди находятся в рабстве зависимости, несут на своих плечах груз проблем и переживаний, а в Боге они могут найти чудесный мир и уверенность. Христос понимал людей. Он знал, как стать им другом и нести благословение. Простые дела, доброты являются прекрасной проповедью к сердцам людей, которые пока еще не встретили Бога. Сейчас проводится работа по организации центров влияния в городах. Пожалуйста, молитесь, чтобы Дух Святой возродил всех Божьих миссионеров для того, чтобы нести Евангелие делами. Все мы можем в той или иной мере приобщиться к служению в городах под названием «Простота». В следующий раз в программе «Миссионерские истории» в центре внимания. Мы посетим несколько удивительных уголков земного шара. Мы побываем в адвентийском лагере на Аляске, а затем перенесемся через Тихий океан в края, где в адвентийских учебных заведениях обучаются президенты, королевы и главы государств, а именно в Микронизийские острова. Данный материал предоставлен при поддержке телеканала «Надия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова